Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И сегодня мы обратим внимание на текст 12 глава, 1 стих книги «Бытия». Здесь сказано следующее. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Здесь очередность событий как бы зеркально искажена. Если так можно сказать. Мы с вами прочитали. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Согласитесь, что в обычной жизни все происходит совсем иначе. Человек выходит из дома, человек покидает родных и близких, потом человек покидает землю своего обитания. Например, человек отправляется на отдых в Турцию или в Египет. Он сначала выходит из дома, он там созвонился с родными и близкими, попрощался, он сел на самолет и улетел из своей земли. Почему здесь порядок как бы, если так можно сказать, зеркальный, скажу. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Здесь события подаются по тому, какое событие наиболее трудное. Вот что нам всего труднее сделать. Это стоит здесь на первом месте. Выйти из дома, мы каждый день выходим из дома, на работу, в магазин, ничего особенного нет. Проститься с родными и близкими, сказать им, я вот улетаю на Кубу, какие вам привезти подарки, это тоже не очень сложно. А момент покидания своей земли – это тяжело, особенно в те времена. Мы знаем, что когда афинские власти приговорили к смерти Сократа, и он должен был выпить чашу яда с цикутой, у него была альтернатива, он мог покинуть Афина и остаться живым. Но в понимании людей того времени это означало нечто хуже смерти. Здесь ты известен этим людям, здесь ты состоялся, здесь твой дом, твоя семья. А отправляясь в изгнание, ты теряешь все. Ты как бы умираешь уже при жизни. И бодописатель Моисей движением Духа Святаго, он говорит сначала о самом трудном. «Пойди из земли твоей». Навсегда, кстати, в случае с Авраамом, это реально было тяжело сделать. «От родства твоего тоже навсегда, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Если мы будем живы, и Господь позволит, в следующий раз мы будем говорить о том, почему Бог избрал этого человека Авраама. Но здесь мы уже видим частично ответ на этот вопрос. Авраам оказался способным покинуть свою землю, своих родных и близких, и дом отца своего. Не надо думать, что Авраам, когда он жил там в Уре-Халдейском, это какая-то деревня наподобие современных африканских деревень. Конечно же, нет. Ур-Халдейский был раскопан археологами, и выяснилось, что это был богатый город с развитой инфраструктурой. Там была канализация, там была общественная библиотека, там были двухэтажные, трехэтажные, даже пятиэтажные здания, в которых жили люди. Там был доступ свежей воды по специальным акведукам, трубам и, опять же, общественной библиотеке. И там даже нашли оружие, сделанное из серебра, а по краям само лезвие инкрустировано золотом. То есть это был непримитивный мир, в котором жил Авраам. Мир Миспотамии, Междуречия. И все-таки Авраам оставляет все это и идет туда, куда Господь зовет его. Вот это слово «пойди» по-еврейски «лэх-лэха». «Лэх-лэха» – это трудно переводимая фраза. Ее можно, конечно, перевести, как в синодальном словом «пойди», но можно перевести «пойди туда». Что значит «пойди туда»? В том смысле, что не зная, куда. Бог не сообщил Аврааму, куда он его выводит. Поэтому Авраам в любом случае проявляет фантастическое доверие Богу, когда принимает вот это его решение, соглашается с ним. Можно перевести «лэх-лэха» – «иди к себе». Что значит «иди к себе»? Что, вернуться в дом и запереться? Нет. «Иди и познай себя». Имеется в виду, что человек может познать себя именно в экстремальных обстоятельствах. Есть такой красивый мидраж в еврейском народе, который говорит об Аврааме как о сосуде, который был с благоухающим каким-то миром, жидкостью. И когда такой сосуд стоит дома, через какое-то время мы не замечаем аромата. Мы привыкаем как бы к тому запаху, который есть, и не замечаем никакого аромата. Но если взять этот сосуд, поднять, взболтнуть его, то помещение наполнится ароматом. И Бог иногда действует так, что Он сдвигает светильник нашего благополучия. А ведь Авраам совсем не молодой человек, ему 75 лет. По понятиям нашего времени, когда человеку 75 лет, его жизнь как бы уже закончена. Но на самом деле жизнь Авраама только начинается. Впереди целый век. Авраам проживет 175 лет. И это тоже символично. Жизнь верующего человека начинается именно тогда, когда он становится верующим. И впереди действительно целая жизнь, целый век. Ну пусть не век, пусть пять лет, три года, но по значению это как целая жизнь, как целый век. Сегодняшний урок заставляет нас задуматься над тем, что каждое обстоятельство библейского текста – это некий урок. Особенно трудные места Библии. Почему особенно трудные места Библии? Потому что шероховатость в тексте – это способ Бога через эту сложность как бы сказать нам – остановись, подумай, почему сказано так. И когда мы находим ответ, мы получаем и великое назидание. Как и в этом случае. Распознав, почему сначала сказано – покинь землю свою, потом сказано – покинь своих родных, и только потом сказано – покинь дом отца своего. Итак, сегодня мы вместе с вами ответили на этот вопрос. Берегите себя, подписывайтесь на библейский канал Эзэгет, чтобы вовремя получать информацию о новых передачах и беседах на нашем библейском портале, где трудится не один, не два, а много священников и много мирян богословов для того, чтобы донести до вас Слово Божие. Харанить себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова